Журналисты БН отправились искать самые дешевые квартиры студии на первичном рынке Петербурга. Как оказалось, малогабаритное жилье дешевле 1 миллиона 800 тысяч рублей можно найти не только в Ленобласти, но и внутри городской черты. Правда, такого предложения совсем немного, и сверхнизкие цены застройщики держат максимум 2-3 месяца. Типичный пример – вторая очередь жилого комплекса «Богатырь» на полевой Сабировской улице. Продажи здесь стартовали в начале июля, и студию сравнительно недалеко от метро можно приобрести за 1 миллион 760 тысяч рублей. Однако застройщик, лидер групп, анонсирует повышение цены уже в августе, и это при том, что само строительство еще фактически не началось. Мы увидели лишь котлован под будущее здание и больше, собственно, ничего. Впрочем, сдать дом планируется лишь через два года. О начале продаж в этом жилом комплексе было объявлено совсем недавно, 1 июля текущего года. В опубликованной проектной декларации указан предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию до 31 декабря 2014 года. Однако в новости об открытии продаж указан другой срок сдачи – 3 квартал 2015 года. Квартира реализуется путем привлечения пайщиков в жилищно-строительный кооператив. Зато жилой комплекс на Красносельском шоссе компания «Ленрустрой» уже вовсю возводит, и он находится на достаточно высокой стадии готовности. Жилой комплекс «Задырговская линия-3» состоит из пяти 8-15-этажных панельных домов и одного детского садика более чем на сотню малышей. Сдать последний корпус планируется в третьем квартале будущего года. Около 40% всех квартир – это студии площадью от 24 до 29 квадратных метров. Самое дешевое стоит 1 миллион 640 тысяч рублей. Интересно, что формально этот жилой комплекс строится на территории Ломоносовского района Ленобласти. Однако, как пояснили нам в компании, все жильцы получат петербургскую прописку. Впрочем, раскрыть секрет подобного фокуса сотрудники отдела продаж не пожелали. Этот жилой комплекс строится уже довольно давно, более пяти лет. Всего он будет включать в себя 13 жилых домов. Часть из них уже сдана. На данный момент на сайте застройщика указано, что ведет строительство двух корпусов 6В и 7А. Корпус 6В должен был быть сдан во втором квартале 2013 года. Но информации о том, что он введен в эксплуатацию, еще нет. 7А корпус должен быть сдан в третьем квартале 2014 года. Разрешение на строительство этих двух корпусов действует до 7 августа и 11 октября текущего 2013 года соответственно. Так что, скорее всего, по крайней мере по корпусу 7А разрешение будет продлеваться. Продажи ведутся по 214 федеральным законам по договору на долевом участии. В Шушарах, где компания Полис Групп возводит свой жилой комплекс Юнион, предложение дешевого жилья хоть отбавляй. Но и на этом фоне стоимость квартиры студии в Юнионе выглядит вполне привлекательно. От 1 миллиона 570 тысяч рублей. Но и здесь работа еще не початый край. Сейчас строители возводят только второй этаж. Сдать жилой комплекс планируется во втором квартале 2015 года. Строительство этого дома началось в мае 2013 года. 23 мая было получено разрешение на строительство сроком на 4 года до 23 мая 2017 года. Но планируется ввести дом в эксплуатацию раньше, во втором квартале 2015 года. Продажи ведутся в рамках 214 федерального закона по договору на долевом участии. Отметим, что в Петербурге есть еще один ЖК, где студию можно купить дешевле 1 миллиона 800 тысяч рублей. Это печальный знаменитый долгострой «Кристалл Полюстрова» от СК «Импульс». Но на такое приобретение лишится далеко не каждый покупатель. Слишком уж высоки риски. Павел Генев, Роман Рожков и Дмитрий Маклаков. БЕН-ТВ